Привет друзья, на связи Сергей Клиповский. В этом видео хочу наглядно показать различия между любительской и профессиональной съемкой видео. Обратите внимание, какое различие будет в детализации, цвете и самое главное в скинтоне. С любительской стороны будет дешевая мыльница, ноутбук вместо телесуфлера и кольцевой светильник. С профессиональной стороны будет камера Panasonic GH5. Мощный свет с большим саутбоксом, RGB светильник за девушкой и телесуфлер на 10 дюймов. Всем привет! Перед родителями стоит непростая задача – обустроить комнату для своей дочурки. Казалось бы, что может быть проще? Ведь кому, как не маме, знать вкусы и понимать родное чадо? И все-таки родителям надо учесть множество нюансов с тем, чтобы правильно воспитать ребенка, а именно вырастить умную девушку и сильную личность. В этом ролике расскажем о всех аспектах оформления детской комнаты для девочки. Усаживайтесь поудобнее. Какой должна быть комната? Детскую комнату для девочки, во-первых, надо обустроить так, чтобы ребенку было в ней приятно проводить время. Она должна быть комфортной, уютной и, что важно, для ребенка любого пола, многофункциональной. Поэтому лучше всего сочетать в комнате оттенки теплых тонов – светло-бежевый, розовый. Казалось бы, что может быть проще? Ведь кому, как не маме, знать вкусы и понимать родное чадо? В этом ролике расскажем вам о аспектах оформления детской комнаты для девочки. Усаживайтесь поудобнее. Какой должна быть комната? Детскую комнату для девочки, во-первых, надо обустроить так, чтобы ребенку было в ней приятно проводить время. Она должна быть уютной, комфортной и, что важно, для ребенка любого пола многофункциональной. Поэтому лучше всего сочетать в комнате оттенки теплых тонов – светло-желтый, бежевый, розоватый. Разумеется, в комнате для девочки должно быть больше украшений, чем детской для мальчика. Но это не значит, что комната должна пестреть рюшечками, бантиками и другими, исходя из стереотипов девчачьими штучками. В конце хочу показать различия в видео без обработки кожи и с программной обработки кожи в программе DaVinci Resolve. Выводы каждый должен сделать сам. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok